Обстановка очень напряженная. Дети спят в ваннах, родители на полу в ванной. Выбегаем все по воздушной тревоге. Иногда проводятся обстрелы. Сильно страшно, сильно страшно жить, страшно знать, осознавать, смотреть телевизор, знать, что делается по новостям, как бомбят наш Харьков, как бомбят Киев, как бомбят Херсон. Все города бомбят. Как умирают дети наши, маленькие, в подвалах, которые сидят, рожают матеря в подвалах. Детские реанимации находятся в подвалах и их бомбят. Полным ходом, Багдад, все мирное население, по домам. Они уже всю инфраструктуру выбили. Они теперь занялись полностью живыми домами, кварталами. Они, сволочи, я не знаю, я не знаю, как сказать. Я просто не знаю, я не знаю, как можно так жестоко убивать людей. Просто жестоко. Детей даже, детей не жалею. Не говоря уже, вы с мужиками воюйте. Небо, что вы нас бомбите? Кого вы бомбите? Кого вы бомбите? Детей, которые вам ничего не сделали. Сколько уже смертей деток маленьких, сколько уже похоронили. Вы приехали сюда, взяли с собой собачку. А для них это тоже очень сильно влияет? Очень влияет. Очень напуганно. Очень влияет, потому что животное не понимает, когда ты его тянешь на 10 минут на улицу и звучит сирена. И ты бежишь с ним назад. Он не поймет. Он не в туалет исходит, ничего. Не понимает. Ты не можешь объяснить, что надо бежать домой, потому что могут начаться бомбардировки. Очень тяжело, очень тяжело. Они напуганы. Они все напуганы. А мало того, что люди, во-вторых, собаки. Но все равно мы знаем, что мы их гадок победим. Мы победим. У нас сильные мужики. У нас мужики сильные. И с нами Господь Бог. Не мы шли на их землю. Они пришли к нам. Они пришли к нам. И как мародеры у тебя, как мародеры. Они все уничтожают на своем пути. Наши ребята все равно сильные. Все равно слава Господу Богу. Слава нашим хлопцам. Слава нашей Украине. Мы выстоим и мы победим. Завезу, завезу Варшава. Я бы хотела говорить выключено украинской мовы. Но я понимаю, что если я буду говорить российской мовы, то большинство людей услышит меня. И, возможно, я смогу донести правду до них. И так получилось, что сейчас я в Польше. Но 23 февраля мы приехали в Украину. Мы живем в Польше, а у детей как раз каникулы были. И мы поехали на Украину. Мы приехали в Житомир. Мы приехали от того, что взорвались ракеты. Мне в голову такое не могло прийти. Я сейчас уже спокойнее. Но мы поняли, что все, что говорили по телевизору, мы не верили. Это невозможно поверить. То есть ни один нормальный человек в Европе, в центре Европы Украина находится. То есть говорили о войне. И все думали, в смысле война? Ну, наверное, что-то там будет. Ну, где-то какой-то небольшой конфликт опять на Донбассе. Они возобновят какие-то военные действия. Ну, когда я проснулась от взрывов, я позвонила сестре в Киев. Я говорю, просыпайся, взрывается. Она говорит, это гром, просто гром. Я говорю, проснись. Она в этот момент она очнулась. Я говорю, быстро собираю вещи, и мы уезжаем. Ну, потому что у нас дети, у нас маленькие дети. Только благодаря этому она быстро собралась. Мы объединились и смогли. Мы два дня добирались до Польши. И сейчас мы в Польше. Сейчас мы в безопасности. Но смотреть новости с Украины невозможно. У нас друзья, родственники. Почти в каждом городе Украины. Каждое утро, каждый вечер мы сидим в телефонах. Мы смотрим войну в прямом эфире. То есть телеграм-каналы, которые пишут. Внимание, воздушная тревога. Киев, Житомир, все в укрытии. И через полчаса я пишу своим. Житомир, вы в порядке? Вам прилетело? Нет, у нас спокойно громыхнуло в другом районе. Киев, у вас спокойно? У нас спокойно. Это в центре. Вчера в центре. Возле вокзала сбили эту ракету. Ну как? И люди бегут. И, конечно же, мы... Я приехала встречать просто друзей и знакомых, которые уже несколько дней были под всеми этими обстрелами. И, конечно, дети, женщины, мужчины... Ну, они могут потерпеть, наверное. Я не знаю. Они мужчины. А женщин мы всех зовем. Всех, чтобы они и детей увозили. Дети не должны этого слушать. У детей целая жизнь прийти. Как потом этот ребенок? Сколько с ним психологов будет? Когда мы их так берегли. Вот скандал дома. Мама с папой поругались. Может, у ребеночка травма. А сейчас эти дети сидят под бомбами. Под ракетами. Это не просто... Это не стреляли где-то. Не выстрелы одинокий. Это ракеты летят на города. Ой, Боже. Можете рассказать, как добирались от дома до сюда? Ну, я сама из Украины, Харьков. Добирались мы. Мы вот 28-го числа, февраля выехали. И вот только сегодня добрались. Ехали на машинах. Но сложно. Сначала было сложно, когда из Харькова выбирались. Потому что тут бомбят, стреляют. А когда приехали уже где-то в Виннице, оно тогда уже стало спокойнее немножко. Люди очень помогали. Спасибо. Волонтеры. Добрые люди. Спасибо большое всей Украине, которая помогала. Потому что мы с маленькими детьми ехали. У нас было в колонна шесть машин. А когда вы выезжали, уже боевые действия развернулись? Да, да. До этого мы сидели в подвале дома трое суток. А потом, когда колонна организовалась, мы в течение десяти минут собрались и выезжали. Страшно, сложно. Но выжили. А как вообще вы сомневались уезжать, не уезжать, оставаться? Мы сомневались, потому что дороги обстреливали. И показывали, что обстреливали дороги мирных жителей. И много по дороге машин. Таких неприятных моментов. И мы боялись, конечно. Но потом под Богом. Всё, спасибо Боженьке и добрым людям. А как вообще удается поддерживать связь с людьми, которые остались на той стороне? Ну да, у меня сестра осталась в Харькове. Ватсап. Ещё работает. Плохо, но работает, слава Богу. Поддерживаем. Ну, не могу говорить, извините. А по какой причине они... Как это... Какие там аргументы запротив? Уезжать или не уезжать? Я вывозила свою маму взрослую, у которой сердце больное. И она не может эти взрывы просто в подвале. А моя сестра, она врач. Поэтому она осталась в Харькове. А можете ещё рассказать, вот вы приехали, что вы дальше планируете делать? Ну, что я дальше планирую. Ну, молиться за Украину. Я переживаю сильно. Я сейчас ещё... У меня весь план, честно. Я очень... На эмоциях всё. Даже не знаю. Вообще растеряна. Потому что... Потому что всё так неожиданно. Потому что... Ну, не знаю. Растеряна. Неожиданно всё. Шок. Просто шок. Я вообще не ожидала. Вообще. Ужас. О чём можете рассказать? Я просто сам был в Киеве. Вот. В ноябре. И вот только появились сообщения, что российские войска на границе, что война может начаться. И как бы не было... С украинцами общался, никто как бы не верил. Думали, что это всё провокация. Да. А вот... Когда вот... Как вы узнали новость, что вот теперь сегодня началась война? Вы знаете, мы до последнего не верили. Даже когда уже услышали звуки, бомбёжки, мы не могли поверить. Ну нет. Моя мама вообще... Она... Дети войны. Поэтому она... Она говорит, нет. Ну не может. Какой-то салют. Я говорю, мама в 5 утра. Какой салют? Ну... Она была в шоке. Бедная мама. То есть вы узнали о войне даже не по новостям, а по звуку? Звуку, потому что мы Харьков, мы же граница с Россией. Но мы это сразу узнали. На себе почувствовали. А вот сейчас вы находитесь, как бы, в запасе. Вы чувствуете поддержку поляков? Конечно. Конечно. Мы когда сюда пришли, нас встретили на таможне. Мы уже сделали видео на таможне, как нас встречали. В Инстаграм обязательно. Всю свою поездку у нас и подростки все в Инстаграме. И здесь. Нет, мы благодарны вообще очень. И жителям Украины, которые нам помогали. И здесь, на польской границе, мы очень. И вот нам надо дальше ехать. В Варшаву. И вот девочки-волонтёры нам всё организовывают, находят. И спасибо. Спасибо большое. Вообще. От чистого сердца. Благодарность. Ну, очень приятно. Спасибо. Неожиданно. Очень приятно. Так всё. Люди сплотились. Я не знаю. Я чувствую, что прямо такая забота. Мы благодарны. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.